Аслан, все-таки вы думаете, последнее соглашение состоялось без какого-либо посредничества? Ну, не могло, конечно. Соглашение состоится без посредничества. Мы видели, какие усилия предпринимала Россия для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Была разработана не одна формула Москвы, в частности, мы можем вспомнить Казанскую формулу. К тому же, надо сказать, что за последнее время наблюдается ряд усталостей от некоторых конфликтов. Здесь накладывается история Палестино-Израильская, например. И в данном случае мы должны рассматривать Израиль как одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Сегодня вынужден замыкаться на свои внутренние проблемы. Евросоюз, который пытается, в общем-то, видно, совершенно очевидно, что Европа и блок НАТО потерпел полное крушение на территории Украины. И Украина, в общем-то, все. Эта лошадь кончилась, несите следующее. Тоже ряд своих проблем, в частности, и экономических. В данном случае Россия проявила себя как страна с неисчерпаемым ресурсом, с стабильным политическим режимом, который готов к определенным вызовам. Но коллективный Запад к этим вызовам был не готов. Насколько я помню, в последние разы ответственность за то, чтобы на территории Армении и Азербайджана, и в их спорах не прозвучали пушки, брал на себя Брюссель, Париж. Я так помню, коллективный Запад. Но мы видели, во что это все превратилось. Это превратилось в войну. То есть казанская формула, которая была разработана Москвой по заморозке конфликта, не сработала. Это то, о чем мы с вами говорили много раз в эфирах, что нельзя пускать Запад в регион. Запад, если придет, то он будет ковыряться только лишь раскаленный кочерговый. Их стратегия разделяя властей должна была направлена быть на регион для того, чтобы его дестабилизировать. У них в регионе противником является не только Россия, но еще и Иран. Здесь в данном случае мы видим, как, скажем так, эти внешние акторы в лице некоторых стран, которые активно участвуют в регионе, сегодня замыкаются на свои внутренние проблемы. И здесь действительно, что еще хорошо сработало, это то, что мы наконец-таки увидели прямой диалог между Баку и Ереваном. Вот мы вышли на этот диалог, и не было третьих сторон. Ну где подготовилась эта почва последнего согласения? Я бы это хотел услышать. Я надеюсь, и насколько я вижу, что эта почва готовилась в Москве, потому что были встречи, были консультации с Москвой. И наши аргументы, как и прежде, они были более, ну скажем так, искренне направлены на деэскалацию конфликта, в отличие от Запада. Хорошо. Перед тем, как передать слово Эдгару, Аслан, я хочу наметить, что есть уже информация, что следующая встреча главный Азербайджан и Армении состоится в Вашингтоне. И стороны согласились на правила повестки Вашингтона или нет все-таки? Я не думаю, что стороны согласились на повестку Вашингтона. Здесь в данном случае никто не хочет отказаться от соблазна поговорить в Вашингтоне. И для Азербайджана это выгодно для того, чтобы подчеркнуть свою, ну так сказать, принадлежность к западной цивилизации. Ну и я неоднократно говорил о том, что я, в общем-то, ставлю под большое сомнение такую самостоятельность армянского сегодняшнего политического режима и независимость его от, скажем так, западных установок, которые иногда, в общем-то, совершенно очевидно прослеживаются в внешней политике Еревана. По такой логике можно говорить и о зависимости Баку от московской элиты. Нет, нет. Баку от Москвы, к сожалению, не зависит. Я бы хотел, чтобы Баку зависел от Москвы. Я бы очень хотел, чтобы Ереван зависел от Москвы. Но, к сожалению, Москва, не, к счастью, Москва соблюдает, в общем-то, такое уважительное отношение и рассматривает своих партнеров, как партнеров, уважая их во всех смыслах этого слова, не лишая их права суверенитета и самостоятельности. Это вот то, чего не хватает американцам во внешней политике. Мы, в общем-то, готовы на равный и равноправный диалог. Хорошо, Асан, давайте дадим слово Эдгару. Ну, у меня... Я смотрел, как ты записываешь, думал, что есть у тебя. Да, у меня все-таки другое представление о происходящем. Я не соглашусь с коллегой насчет оценок действий Запада и так далее и тому подобное. Давайте вот просто вот рассмотрим факты. Давайте. Азербайджан несколько раз отказывался от переговоров на площадках, на западных площадках. Брюссель, Вашингтон. И после того, как участились высказывания, причем резкие высказывания, именно представители вот западных структур по отношению к Азербайджану, именно после того, как участились визиты различных представителей западных структур в Азербайджан, ну, только вот визит О'Брайана уже о многом говорит. И мы имеем вот это заявление после визита О'Брайана. Конечно, можно сказать, что, ну, это все-таки совпадение, но вряд ли можно это считать совпадением. Я не берусь утверждать, что вот, ну, как бы вот только и только, как я уже сказал, несколько факторов сыграли свою роль. Но одним из важнейших факторов, я считаю, что все-таки именно вот это было давление Запада, именно активность Запада. Потом, ведь все эти разговоры о том, что вот мы вас ждем в Вашингтоне, значит, Брюссельская площадка тоже активизировалась и приветствовала вот это заявление. Это означает, что все-таки именно самую первую заинтересованность в скорейшем урегулировании вопроса, в скорейшем установлении нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном заинтересована именно Запад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова